Всем привет! Очередная распаковка. В этом видео будет две абсолютно одинаковые с виду посылки, но с разным содержимым. Так как много мне уже пишут комментариев по поводу оригиналов и фейков, как я записал видео о 4000, там было две абсолютно одинаковые камеры, тоже с логотипами, но оказалось, что немного разные по начинке, точнее по качеству. Одна оказалась оригиналом, вторая фейком. Там было определить сложно, здесь будет определить намного сложнее. Итак, вот у нас две посылочки и в левой руке у меня более тяжелые. Собственно, это оригинал, чего томить вас не буду, вы сами поймете. Здесь более легкое, это около 600 грамм, это около 300, то есть в два раза. Сейчас сразу будем распечатывать и сразу будем смотреть разницу. В этом видео будет только распечатка, сравнение по весу, аксессуары, первое впечатление, качество, там все такое. И выйдет еще более полное видео, обзор сравнений о том, как они снимают, какая где батарея стоит, на чем сэкономили продавцы. Оригинал, если кто не знает, стоит в районе 70 долларов, на официальном сайте на сегодняшний день это 73 доллара. Там, собственно, я и покупаю, с самой лучшей доставкой за 73 доллара. Мне отправляют, домой привозят через две недели с доставкой. Эту, собственно, я заправил с почты. Ехала она тоже в районе трех недель, не дольше. Стоит она 20 долларов, вы представляете себе, даже такие есть. И у них даже разные коробочки. Но по фотографии вы можете этого сразу и не заметить. Вот такую коробку я видел, наверное, уже миллион раз, мне скидывали сообщениями, помочь определить оригинал или фейк. Это будет самый дешевый фейк. Потому что по моему видео сравнению, там где камера стоила в районе 70 оригинал и в районе 65 фейк, там не определить. И по качеству они нормальные. А здесь разница в цене значительная, поэтому разница в качестве тоже должна быть неплохой. Итак, что мы имеем? 1080p и там, и там. Сразу видно, что вот у нас SJCAM, вот у нас оригинал, вот у нас проверка оригинальности на официальном сайте. А здесь у нас только немного побитая коробка, которая в два раза легче весит. Может быть здесь меньше аксессуаров. Давайте распаковывать, смотреть, с чего на саму коробку вглядываться. И здесь 2 дюйма экран, кстати. А разрешение Full HD они не указывали, когда я на Алиэкспрессе ее покупал. Здесь оказывается 15 FPS Full HD. Ладно, нет слов. Я думал, здесь 30 кадров в секунду, как на 4000-й. А нет, вот так вот купите, а потом пожалеете. Список аксессуаров. Я честно не помню, при заказе смотрел ли я на список аксессуаров, которые идут с камерой. Ну, сейчас, собственно, мы и увидим. Вот это у нас все. Главное не перепутать. Ну, а с ЖК сразу видно, это более добротная коробка. И здесь больше всего. Начнем с взвешивания. Мне очень интересно. Ну, вот здесь, получается, легкие сами аксессуары. Они дешевые китайские аксессуары. Что с них хотеть можно. Сами камеры, они одинаково по весу в боксе? Или все-таки немного есть разница? И фейк у нас 145 грамм в кейсе. Оригинал 156. Существенной разницы нет, я думал. Будет больше разница. Но это как-то ощущается фейк. Фейк ощущается как фейк. Что тут говорить? Так, она у нас сразу не включается. Почему-то, может быть, аккумулятор заклеен. Бывает. И такое. Ой, его еще тяжело достать. Так как, ребер жесткости нет. Там есть много старых видео, на которые просто не стоит обращать внимание. По поводу оригинала фейков. Никаких здесь цифр серийных номеров нет. Надписей SG-CAM тоже нет. Хотя бы этого. И сразу видно, что по качеству это не очень хорошая камера. Не то, чтобы опозорить дешевый фейк. Возвысить оригинал. Понятно, что разница в цене большая. Производителям нужно на чем-то экономить. За эти 20 баксов китаец мне еще ее и отправил. Так, одна камера. Сама оригинал 61 грамм. Фейк 53. Даже немного меньше. И легче. Ну, здесь все пленочки есть на месте. Так, посмотрим уже у оригинала как. Так, напомню, что этот оригинал, он идет с официального сайта. Здесь оригинально абсолютно все. Вот здесь на батарейке есть такой вот серийный номерочек. Который разный. Вы обратите внимание, сейчас есть подделки и с серийным номером тоже. Так, фейк нам не получилось запустить. Запустим мы хотя бы оригинал. Потому что их более подробное сравнение мы посмотрим с вами дальше. Я так просто видео не могу записать. Нужно потестировать более активно. И самое главное, нужно смотреть на версию прошивки. Версия прошивки 1.1. Ну, с официального сайта приходит 1.0 или 1.1 в последнее время. Можно будет прошиться до более новой. Я, честно, за ними не особо слежу. Главное, что набил точку. Покупаю все в одном месте, дабы было оригинальное. И по аксессуарам. Что мы имеем у фейка? О, кстати, запустить бы фейк было интересно. Чего это я так выключил? Сейчас мы позаимствуем аккумулятор у оригинала. Потому что там он пришел разряжен. В следующем видео будет сравнение емкости этих аккумуляторов. С каким аккумулятором приходит фейк. Ну, сразу заметно, что очень тяжело он достается. О, кстати, оригинальный аккумулятор сюда даже лучше зашел. О, это не я ее... Это не она разряженная. Это ее включать нужно по-другому. С зажатием, а не нажатием. Ну, и сразу видим, здесь сразу другая какая-то менюшка. Версия прошивки SG. Вот такая вот интересная версия прошивки. Мне уже такую скидывали. По прошивке этих фейков сразу скажу, что прошивать я ее не буду. И даже разбираться в том, как она прошивается, не буду. Потому что на нее выделяется очень мало денег из бюджета китайских бизнесменов. А крышка какая откуда? Смотрите, сразу... Вот легкая крышка по ощущениям. Да, сзади какую-то хрень прилепили. И сразу оригинал можно отличить. Я думаю, если все эти аксессуары перемешать, то я бы без проблем нашел оригинальные аксессуары и левые аксессуары. По качеству боксов, сами видите, чего здесь рассказывать. Оно... и само стекло здесь не такое прозрачное. Пластик точнее. И кнопки старого образца, маленькие, которые тяжело нажимаются. Здесь широкие кнопки, их легче нажимать. Ну, спасибо, хотя бы пленочка есть на объективчике. Здесь тоже, кстати, есть. На задней крышке здесь тоже пленка. А на задней крышке здесь тоже пленка. Да, все нормально. Обращаю внимание, что вот этот вот пластик, сама крутилочка вот эта. Оно все немного светлее, этот более темный. И на руках сразу чувствуется, что у оригинала оно более твердое и качественное. Здесь оно такое хлипкое и легче крутится. То есть, если его так перемешать, тут тоже понятно, что вот он оригинальный кейс. Количество аксессуаров у фейка тоже меньше. У нас есть вот такое вот крепление, крепление, крепление. Рамка. Сюда вставляется камера. Она у меня пока без аккумулятора, потому что мне его долго засовывать. Даже вставилось, ничего себе. Я предлагаю вообще такую камеру пускать, я не знаю, на инструменты разные для других камер, точнее на запчасти. Поняли, можно линзу выкрутить, в ту закрутить, если вдруг поломалась. Цена-то всего 20 баксов. Ну, рамка подходит, никакого дискомфорта. Камера не болтается, держится в ней нормально. С рамкой никаких проблем нет. То, что она по качеству, наверное, будет хуже. Наверное. Это нужно попользоваться не один день, чтобы понять. Это у нас крепление натрубчатое. Держится нормально. Что хорошо, вот здесь внизу, видите, вот этот болт. А, хорошо. Что плохо, видите, внизу вот этот болт, он не зафиксирован. Но это не беда, можно его приклеить чем-то. Должен быть, в идее, зафиксирован. Обычный micro-USB кабелёчек. Ничего интересного. Два у нас переходничка всего. Один Г-образный. Этот на монопод может подойти или ещё для чего-то. Что это всё? Платформочки. Платформа ЧК, получается, она здесь одна всего, что ли? Да, имеем мы только одну платформу и два трем-скотча в запасе. Один уже здесь. Платформа не изогнутая, просто обычная ровная платформа. Вот этого я никогда не понимал, сам лично не использовал. Почему они кладут это во все камеры? То ли это страховочные какие-то, то ли это на руку их одеть. В общем, с этим каждый экспериментирует как хочет. Но сделано довольно неплохо. Вот эта штука. Можно зажать и сломать. Да, она, кстати, что-то совсем не хочет зажиматься. О, зажалось. Держится. Нормальная по качеству. Ещё одна какая-то липучечка. И, собственно, всё у нас. Осталась одна инструкция, в которой у нас написано, что это за аппарат неизвестной фирмы, неизвестного происхождения. Спорт камп, притом, как бы непривычно. Вы поняли, как он листается слева направо? Вот такая вот хрень. Так, и что здесь указано? Вот такой платформы у нас нет. Вот, обратите внимание, какие здесь аксессуары указаны. Остальное это типа вы просто докупите. Вот этой платформы у нас нет, вот этого тоже нет. Так, собственно, и всё. Ну, в общем, аксессуаров немного не хватает. То ли это достал кто-то, но коробка уже пустая. Вот так, этот бардак мы позже уберём. И оригинальную камеру, оригинальные аксессуары. Их особо и нечего рассматривать. Здесь есть зарядка, которой нету там. Не у всех SG-камовских идёт вот такая в розетку зарядка. Некоторые предлагают там пятитысячные просто от ноутбука зарядить или от своей зарядки. USB кабелёчек. Вот, собственно, вот это же крепление это на трубчатые. И оно немного отличается. Вот, можете обратить внимание, здесь такое длинное. Да и сам пластик. Не знаю, на камеру видно вам или нет. Но вот этот больше блестит. И более такой чёрный глубокий. А здесь просто чёрный цвет. Не знаю, главное, чтобы по качеству было нормально. Ага, здесь ещё и подкрестовую отвертку сделали. Видите, это какого-то нового образца. Вечно они что-то меняют. И здесь можно сделать вот так. Да, раньше такого не было. Можно вот так надеть, зацепить. Не было. А, и сама резиночка какая-то более липкая стала. Да, SG-кам усовершенствуют свою продукцию со временем. В этом весь плюс. Фейк вы купите. Возможно, вам повезёт. И он будет хороший. Он будет долго работать. И по качеству он будет не хуже, чем оригинал. Пишут тоже такое, что зачем переплачивать за оригинал. Я же рекомендую брать только оригинал. Потому что понятно, что вам придёт. Понятно, какого качества. И понятно, с какими проблемами. Ну, мне, по крайней мере, понятно. Бывают редкие случаи, когда нужно отправлять обратно в Китай на ремонт. Но это всё всегда по вине пользователя. Сама камера тестируется перед отправкой. С ней вряд ли что-то будет не так. Здесь идёт не просто рамка, как там. Здесь идёт рамка с вот такой вот прищепочкой. Можно прилепить эту камеру ещё куда-нибудь. Одевать я её не буду на камеру. Здесь, собственно, никакой разницы. Да. И здесь никакой разницы. Что у нас есть? Вот такое вот геобразное. Раз, два. Вот этих же два крепления. Одно там есть. А вот этого второго нет. Это чтобы на монопод камеру в кейсе прилепить. Вот такое высокое крепление. Там тоже его не было. Здесь идёт у нас больше платформочек. Точнее, две. Там была всего лишь одна. И должна быть изогнутая платформа на шлем или что-то вроде этого. Вот. Не знаю, видно ли вам. Она идёт изогнутая. Её можно прилепить на шлем, на машину. Ну, там, если вы дрифтуете, чего-нибудь от такого. На крыло, если оно изогнутое внутрь. И этот рем-скотч держит. Мама, не горюй. Ну, и отлепливается без краски. Такое. Так. Крепление посмотрели. Это ещё одно крепление. Геобразное. Вот, обратите внимание на количество аксессуаров. Здесь самих переходничков в три раза больше. Там одно здесь пить. Здесь идут страховочные тросики. Вот такие дешманские. Которые есть вообще везде. У всех, наверное. Инструкция. Страховочный трос. И прем-скотч про запас. Салфетка, которой я никогда не пользуюсь. И вот такие вот две наклейки нового образца. У меня, кстати, из старого образца где-то ещё лежат. Раньше отправляли и более чем по две. Когда знали, что отправляют продавцу-реализатору этих камер. Инструкция. Здесь должен быть русский язык. Не очень, но какой-то имеется. Сейчас мы его найдём. Или нету. Какая-то инструкция тоже, кстати, нового образца. Здесь SG-кам написано. Видите? Чуть по-другому всё. Это у нас китайский. А вот и у нас русский. Да, ну русский есть и на том спасибо. Либо там, кто не умеет пользоваться этой камерой, он почитает. Со временем русификация становится лучше. Намёк. При возникновении тупиковой ситуации из-за неправильной операции можно демонтировать аккумуляторы и снова установить. Данная машина может восстановить нормальное состояние. Ну это всем понятно, я не знаю, можно этого и не читать. В общем, здесь у нас всё распаковали. А следующее видео уже будет более плотно в сравнении, как они снимают днём, ночью, там как видеорегистратор себе поставлю, поиграюсь. Всем спасибо за просмотр. Если видео было вам полезным, то ставьте лайк. И вообще пишите какие-то комменты. Я относительно ваших комментариев и вообще вашего обращения ко мне делаю следующее видео. Например, как вот это. И эту камеру за 20 баксов я заказал сугубо из-за того, что мне многие писали о том, что вот есть такие дешёвые фейки. И какая в них вообще разница, стоит ли переплачивать или может купить вот такую самую дешёвую. И в следующем видео обзоре я вам расскажу, стоит ли вообще покупать камеру за 20 баксов или лучше подождать и купить нормальную, вот минимальную SJ4000, самая дешёвая, только оригинал. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.